Вера Никиташенко на пару часов сменила белый халат на праздничный костюм. Старшая медицинская сестра принимает поздравления. По пути милосердия и взаимопомощи Вера Владимировна идёт с 1996 года. На работе её называют «вторые глаза и руки врача». На плечах лежит строгое выполнение всех назначений, уход за пациентами и оказание первой медицинской помощи при неотложных состояниях. А за 28 лет стажа, беря во внимание все трудности, медсестра ни разу не усомнилась в выборе своего призвания. Каждый раз бывает что-то уникальное, что-то, что даёт вдохновение к дальнейшей работе. Наша работа связана с милосердием, с добротой, с дружелюбием. Все мы работаем рука об руку с докторами и являемся правыми руками докторов. Поэтому всё, что происходит вокруг, приносит удовольствие. Это самое главное в нашей профессии. Именно медицинская сестра находится с больным большую часть времени в процессе лечения. И от её профессионализма и личных качеств зависит результат терапии. Профессия молодеет. С каждым годом увеличивается и число студентов, желающих вступить в ряды помощников и верных товарищей докторов. Сейчас в поликлиниках и больницах региона трудится больше 10 тысяч средних медицинских работников. И почти 8 тысяч из них – медсёстры. Ежегодно в наших образовательных учреждениях выпускаются около 600 специалистов со средним медицинским образованием. Конечно, мы ждём. И к нам приходят. И есть такие звёздочки, которые уже первый раз, придя на практику, уже видны. И мы понимаем, что из них вырастет. И реализуется хорошая медицинская сестра. Приходят работать медсёстры в светлые просторные кабинеты. Модернизация поликлиник – одно из ключевых направлений развития отрасли. Ульяновская область включена в федеральный проект здравоохранения, благодаря которому создаётся комфортное условие труда. Больницы оснащают современным оборудованием. В сельской местности строят фельдшерско-акушерские пункты. А это новые рабочие места и соответствующая единым стандартам – инфраструктура. Министерство здравоохранения прикладывает все усилия для того, чтобы трудовая деятельность медицинских сестер была более комфортной. Это и обеспечение специальной одежды, это специальные социальные выплаты, которые медицинские сёстры у нас получают в рамках постановления президента Российской Федерации. В свой профессиональный праздник лучшие представительницы сестринского дела вышли на большую сцену за заслуженными грамотами и благодарственными письмами. Однако, как отметили многие из них, самая ценная награда – здоровые и счастливые пациенты. Александра Никитина и Геннадий Бухтояров. Управда. ТВ.